Всем привет, с вами Розе и это обновление мира линейдж 2 мобайл от 3 мая. Информация об эффектах пробуждения по этапам. Добавлено новое пробуждение, не вид. Давайте посмотрим. Меню, пробуждение, добавляется 4 пункт, мы апаем его. Не знаю, решать вам, нужен вам этот скилл, он для пвп больше подходит. Уменьшает снижение урона цели и увеличивает получаемый ей урон. Такой первый скилл, это вам нужно, ну первые 3, получается 4 и по 3. Лучше идти во все ветки, но первые ветки это получается весь урон плюс 1, вот эта ветка. И тут мы видим только магический иммунитет, 2 защиты и тут весь урон где-то. Я что-то поролся в эту ветку, я не знаю зачем. Еще за катакомбы должны 3 часа сегодня дать зелье пробуждения. Но мы тут можем увидеть вот по уровням. Четвертый, пятый уровень, точность, весь урон. Это зеленая зона. Физощита плюс 2, весь урон, точность. Это девятый, восьмой уже. А, ну да, физощита еще плюс 1 получается. Физощита. Тут дают точность визощиту уменьшения длительности аномального состояния. 1%. Весь урон точность дает очень хорошо. Вот когда мы изучим 10 ячеек, у нас возможность появляется изучить скилл. Добавляется новое логово Антараса. Туда могут попасть это межкластерное мероприятие. Туда можно попасть персонажами 70 уровня и 1 миллион адены затраты на вход. Если вы 70 уровень, можете туда не лететь, там ничего нет. Там только предбанник и вход в само логово Антараса. Антарасом появляется 22.40 в пятницу и до среды там будет стоять, я так понимаю. Чешуя на груди Антараса. Это получается часть Антараса, ну с которой отдельные выпадают там предметы. Сначала вы уничтожаете, потом самого Антараса, ну как там. Все знают, что после уничтожения части какой-то, как бы Арфена, там отбивают Арфену руки. Он начинает кидать дебафы, которые не дают хилиться. Как у Антараса будет очень прикольно, посмотрел бы. Да по-любому кто-то запишет там какое-то курение или бифрок какой-то. Да, посмотрим. За победу над Антарасом можно получить предмет Гнев Антараса, который позволяет с вероятностью в 100% получить поручение. Поручение на 400 человек, ну это понятно. Кристалл души, кристалл Агатиона. Сундук Антараса с трофеями высшего качества. Это получается с Антараса дают итемы, да, сундук Антараса высшего качества. А что это? Если уничтожить чешую на груди Антараса, то можно получить предмет Сердце Антараса, которое позволяет с вероятностью в 100% получить поручение. Сердце Антараса. Ага. Если использовать легендарный свиток, то легендарный свиток дает вот поручение такое, за которое дает Артина Славы тут. Сундук Антараса с трофеями. Ага. Это именно за поручение на 400 человек, когда вы убиваете. Вот юзнут этот мифический свиток поручения Антараса. В этом свитке Антараса будет сундук Антараса, в котором 100% шанс получения Артина Славы. Знаки поручения. Знак Беоры. Очень круто. Для ПВП игроков очень круто. Сундук Антараса с трофеями. Сундук Антараса с трофеями. Антараса с трофеями высшего качества. Подождите. А где брать? Сундук Антараса высшего. Это все получают, наверное. Вот я не знаю. Я бы рассказал бы, если бы я там был. Ну расскажут ребята, которые в топ сайдах пойдут в пятницу 22.40 на этого Антараса. Это, как предполагаю, будет там очень весело. Добавлено новое снаряжение. Логово Антараса обновлено. Что, ребят? Закончилась лофа? Я сначала порадовался. Я полетел в логово Антараса. Четвертый этаж. Вот на четвертый этаж можно тэпнуться за Адену. От пятый, шестой это уже за Алмазы. Но можно пешком пройти, естественно. Видим, с моба выпадают по три предмета. По четыре из кого-то выпадают предмета синих вещи. Это значит синька будет падать. Но, к сожалению, там только на четвертом этаже, если вы сразу тэпаетесь, и там вправо есть такой мышевичок, такой аппендикс. Там слабые мобы, там добавляются теперь элитные мобы, что очень круто. И с мобов падает от трех до пяти синяк. Что очень круто для выбивания синьки. Но как-то пространство маленькое. Но вы понимаете, зачем это сделано. Что бились за это пространство. Получается, дали повыбивать и слабым игрокам, но в узком пространстве, но и сильным игрокам. Я попытался до красной комнаты добежать, но я не добежал. У меня мобы просто сбрили на раз-два. Очень сильные мобы. А вот если вы пойдете вот этот аппендикс, то там реально стоять даже слабому игроку. Добавляют вот, видим, предметы. Изменяются зоны. Четвертый, пятый уровень. Зоны господства. Это я понимаю, так, красные комнаты. В красных комнатах мы видим кольцо, ангела, книга, магии, хаос. Пятый этаж. Кольцо, ангела, хаос, искусство парных мечей. Короче, жирный лут, но очень сильные мобы. Изменена сложность сражения с чудовищным драконом. Это РБ, который появляется на шестом этаже логова Антароса, но не изменилась сила самого РБ. Добавлены новый кристалл души. Заканчивается сезон катакомбы отступников. Переобразованные сезонные награды на шестой сезон. Даже если вы попали в награду ветеран четвертый, так сказать, ранг, вы получите сундук героической книгой наследника на выбор. Очень круто. И карты Агатиона высшего качества и карты души высшего качества по 5 раз. Зелье пробуждения высшего качества. Даже если вы сыграли всего 5 каточек. Катакомбах отступников вы получите награду новичка с редкой книгой на выбор. Карты Агатиона, карты души и зелье пробуждения. За первое, второе, третье, четвертое, десятое место тоже дополнительные награды есть. Как мы видим, карты Агатиона по 7 раз. За первое место, это я понимаю, в каждой категории новичок, ветеран. Если что, поправьте меня. Если вы занимаетесь с первого по десятое место, вас будут ждать вот такие вот награды. Начинается четвертый сезон. Войны, кланов, катакомбы, отступников. Также переобразованные награды за первое, второе, третье, четвертое, пятое места. Что есть хорошо. Зелье пробуждения высшего качества, благословенный свиток, воды, энхасад. Не знаю, что это такое, но с третьего места начинаются карты. Очень крутые награды, если честно. Но нет наград. Могли бы добавить регламент по наградам за катакомбы клановые, но не добавили. Начинается четвертый сезон Храма Зепара. Зихар Террика, Барц Леона. Также 200 тысяч адены, 70 уровни. Очень все тут весело, да. Улучшен интерфейс задач сезонного пропуска. Но это мы увидим сейчас по ивентам. Удалены излишки декораций эффекты с правой стороны экрана пробуждения, чтобы информация воспринималась легче сразу. Опять все через жесть. Чего замки поснимали то? Опачки, смотрите, замки поснимали. В период проведения ивента до 10 мая повышен шанс появления босса Чудовищный Дракон. Мы видим нифига себе интерфейс какой добавили, вы смотрите. Вообще. Ну а награды, как всегда, дерьмо. Ну кроме Виталочки. Виталочки. Виталочка это вкусно, без нее никуда. Как всегда, первая награда просто невероятна. 6 раз до редкого ранга. Следующая награда у нас, что тут? Свиток поручения. Ну вот это неплохо, но в количестве одной штучки это бред. Позволяет получить следующий предмет. Реликвия энергии. Кристалл. Ну кристалл. Свитки битвы. Супер. Кристалл души 6 раз, 11 раз. Возможность. Позволяет получить зелье пробуждения. Среднего, низкого качества. Ордена славы 2000. С агатионами до редкого 6 раз, да? Обычное пособие на выбор. Опять же, такой сундучочек. Знаки поручения. Опа, тут у нас интереснее уже. 11 раз до обычного, до героического. Слушайте, они походу ко мне прислушиваются. Потому что они типа дают говно, награды. И чем дальше мы углубляемся в пропуск. Мы видим тут часы. Ну могли бы там хотя бы в количестве 5 штучек такое дать. И тут финальная награда, конечно, разочаровали меня. Вот такой вот сезонный пропуск. Море виталки. Ну и такое. Кто начинает играть, я думаю, это очень хороший буст для новичка. Для игрока, который играет уже больше полгода. Это сезонный пропуск. Это как ветер. Думаю, как обычный ветерочек. Бриз такой морской. Да. Также добавили ежедневный бонус. Вот он активируется за адену. Финальная награда 11 раз. Ну, нормальная награда финальная. Такая более-менее. Ну, тут видим, что, как всегда, дают 20 листочков. Да. Ежедневный бонус это виталочка. Вы, кстати, можете еще успеть, кто не купил вот этот пропуск. Слушай, до 07-06. А что это? Они продлили пропуск, типа? Случайный героический класс. Случайный. Это новый пропуск. Случайный героический класс. Очень вкусная. Награда очень прикольная. Слушайте. Финальная награда очень вкусная. А тут что у нас? Руна. Ну, руна неплохо. Знаки поручения. Ордена славы. Может приобрести. Слушайте. Наверное, приобрету этот пропуск. Тут и карты. И зелье пробуждения 2000. И сами эти. Ну, конечно, реликвии мало. Ну, такое. Ради карт. Только ради карт. По 6 раз? А что это такое? Что это обрезали? По 6 раз. Уже не хочу брать. По 6 раз. Ну, финальная награда героическая. Не знаю. Ну, такой. Неплохой бы я сказал пропуск. Ну, потом мы еще паки посмотрим. Смотря что в пятничных паках будет. Вы не спешите. Может быть у каждого свой бюджет. Как бы. То вы сами понимаете. Не спешите покупать. Давайте посмотрим вот этот. Такую ежедневную награду. Святая вода. Эликсир наследника. Большое зелье исцеление. Как я тебя ждал. Реликвия энергии. Кристалл. Цветки битвы. Также среднего качества. Ну, такой же сундук. Как с пропуска. Карты. Ну, финальная награда 11 раз. Очень круто. Видим на 14 дней. Такая ежедневная помощь. Также добавляется статуя в городах. Которая дает на 4 часа баф. Весь урон. Плюс 2 защита. Плюс 2 точность. Плюс 1. И писемка. Которая будет приходить 12 часов. Каждый день. Энергия. Энхасад. И сундук. Цветки модификации. Цветок битвы. Давайте посмотрим теперь. Донат. Магазин. Нет смены класса. Вот такую урну добавили с прахом. Их совести походу. Тут у нас реликвия энергии. Благословенная святая вода. Которая апает уровень очень хорошо. С 50 по 60. Там по левелу она почти дает. Зелье пробуждения. Так карты. От улучшенный до легендарный. Улучшенный героический. Теперь не видим тут дополнительных наград никаких. Песочные часы. За которые можно создать разные итемы. Также мы тут видим улучшенные легендарные карты. Улучшенные героические карты. Ордена славы. Знаки поручения. Кристаллы. Улучшенный кристалл. Пособие высшего качества. На выбор. Три штучки. Реликвия энергии. Кристалл души. Слушайте. Знак создания какой-то добавляется. За который мы можем создать карты. Еще дополнительно карты можем создать. Если мы скупим все паки. Естественно. Ну 8 пака с картами. 4 пака с агатионами. Естественно. Мы можем создать дополнительно агатион карты. Души. Зелье. Зелье пробуждения. Ну я думаю наверное с пробуждением будут брать. У кого там карт миллион. Да. Да ребятушки. Да. Да. Такое. Да. Конечно. Да. Ну и карты агатионами. Такой же сундучок примерно. Только меняются карты агатиона. От улучшенной до легендарной. И улучшенной героической. Давайте проклацаем. Посмотрим. Так. Пиши что я может быть как всегда пропустил. Возможно. Возможно что-то я пропустил. Пиши пожалуйста. Не стесняйся. В комментариях. Вообще пиши как твое настроение. Вообще что делаешь. С тобой был твой друг Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok